Как в Чувашии выстраивается работа по снижению напряженности на рынке труда? Премьер-министру Дмитрию Медведеву показали на примере самого крупного в республике центра занятости населения Чебоксарского. В марте 2015 года Федеральная служба по труду и занятости и правительство Чувашии договорились о взаимодействии по развитию информационной наполнеемости портала «Работа в России». Сегодня на портале размещено 3760 вакансий на 12 с лишним тысяч рабочих мест по Чувашской республике. Все сведения доступны как работодателям, так и соискателям. Если вы всерьез задумываетесь о переезде в другой регион, можно узнать и иную полезную информацию. Можно еще посмотреть и наличие детских садиков, наличие жилов, аренду жилья. У нас сейчас она, это база по всей стране. Да, очень удобно. Сегодня центр занятости населения Чебоксар предлагает около пяти с половиной тысяч вакансий. На учете состоят около трех тысяч человек. Если у соискателя есть горячее желание трудиться, но недостаточно необходимых навыков, пройти профессиональную подготовку и повысить квалификацию можно в центре занятости. Это направление очень востребовано и неудивительно. В прошлом году практически все 2800 человек, прошедших обучение, были трудоустроены. Премьер-министр посмотрел, как проходят занятия у будущих работников электроаппаратного завода и ответил на их вопросы. Речь шла об увеличении социальных выплат, в частности по безработице. Мы нашли средства, чтобы частично проиндексировать. Конечно, будут возможности. Мы определились, как договорились с Государственной Думой. Через полгода посмотрим, как обстоят дела. Примем решение. В любом случае, будем стараться помнить о социальных обязательствах. Мы ничего не отменяли из социальных обязательств. Будем стараться все их исполнять. Дмитрий Медведев отметил и эффективность мобильных офисов службы занятости. Они работают в 12 районных и городских центрах. Только в прошлом году их услугами воспользовались около 3000 человек из числа маломобильных. Елена Гальперина, Андрей Шоклев, Республика.